Я бы сказал еще несколько слов о том, что, наверное, в таких ситуациях мы должны быть такие, как мы сегодня есть, но гарантия того, как мы пойдем дальше, в том числе и в том, как мы сейчас спокойно ко всему этому относимся. Как видите, мы здесь, мы не на площади. Когда-то мы были в Белом доме, когда действительно по-серьезному решалась судьба нашей страны, когда противостояние с колоссальной машиной коммунизма, этого несчастного маленького Белого дома, было настолько серьезно. И тогда мы, многие из тех, кто сейчас сидит дома, я надеюсь, что сидит дома и будет сидеть, были там. Сейчас это все уже, это вообще уже никак. Глупо говорить, что политика зашла в тупик, глупо сейчас рассуждать, кто прав, кто виноват, хотя, наверное, сейчас люди сидят дома и думают, ну вот, хороший Ельцин или плохой, хороший Хозблатов или плохой. Вот с момента, когда проливается кровь, это все уже не столь важно, мне так кажется. Да и вообще это не важно. Действительно, будут выборы, и мы сможем сделать свой выбор. Я думаю, что мы выберем что-то третье, не то и не другое. Но это вообще другой вопрос. Как бы политики не ошибались, мы все равно остаемся людьми, мы народ. Мне очень понравилось, как сказал Владимир Яковлевич, что они должны быть нам обязанными, раз мы их избрали. И пусть они эти обязательства перед нами выполняют. Давайте попробуем сделать так внутренне, чтобы они чувствовали хотя бы, что мы именно так к ним относимся. Мы слишком их любим, мы слишком много о них говорим, мы слишком много внимания им уделяем. И именно поэтому, может быть, рьется кровь. Я не знаю, кто предлагал сегодня, кому куда идти, кого защищать. Я предлагаю никуда не ходить и никого не защищать. Наш дом, это наша страна. Она действительно большая, больше, чем эти 4 квадратных километра. Вот посмотрите, вот мы здесь все собрались. Дайте общий план. Вот мы все сидели в разных компаниях, выпивали. Мы сразу созвонились и приехали сюда, чтобы просто посмотреть вам в глаза. Давайте вот сейчас посмотрим друг другу в глаза, попытаемся улыбнуться, как бы это ни было тяжело, и спокойно ляжем спать. А завтра разберемся. Спасибо вам. Я хочу еще сказать одно слово, если ты позволишь. Конечно. Я, пока все говорили, я подумал о том, что, когда мы говорим о государстве, государство это не есть что-то необъемное, это не многомиллионный народ, это не толпа. Государство это каждый из нас. Государство это Саша, это Влад, это я, это Андрей. И я бы хотел, чтобы все, что говорят о государстве, каждый принимал на свой счет. И я прошу тех политиков, которые меня слышат, и которые в последние дни много, особенно много призывают к народу, больше не призывать к народу, потому что, к сожалению, к этому народу относятся как к стаду. И народ это, слава Богу, уже понимает. Вот когда вы будете относиться к нам как к народу, как к людям, как к каждому отдельному человеку, тогда взывайте к нашему сочувствию, к нашей поддержке, к нашей выручке и к нашей массовости. Я хочу, чтобы каждый уважал в себе человека. Спасибо вам еще раз. Значит, мы едем домой, мы нигде не будем участвовать. И знаете, что, когда мы выходим в эфир, мы стараемся говорить правду. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.